Дорогие друзья, будьте бдительны. Если звонят подозрительные лица, то немедленно прервите разговор. При длительном общении мошенники внушают необходимость исполнить их требования. Никогда и никому не сообщайте пароли и секретные коды, которые приходят вам в сообщении от банков. Только мошенники спрашивают пароли и коды. Помните, хранение реквизитов, пин-кода и сведений, содержащихся в СМС втайне, это ваша обязанность. Никто, ни банк, ни правоохранительные органы не вправе требовать у вас сообщить такие данные. Продал банковскую карту, стал соучастником преступлений. Никогда и ни под каким предлогом не передавайте ваши электронные средства платежа, сколько бы за это вам не предлагали денежных средств. Помните, лицо, находящееся по ту сторону трубки телефона, всегда незнакомец, даже если звонок поступает от близкого человека. Будьте бдительны. Мошенникам невыгодно, чтобы вы занимались проверкой, поэтому они могут говорить о секретной информации или о том, что вы должны принять решение прямо сейчас. Не поддавайтесь на провокации, берегите себя и своих близких. Легких денег не бывает. Достаточно вспомнить ВММ и другие финансовые пирамиды. Зарабатывать на инвестициях можно, но для этого есть официальные площадки, с которыми вы можете ознакомиться на сайте Банка России. Используйте приложение по блокировке спам-звонков и используйте эту опцию у операторов сотовой связи. Не выкладывайте и не сохраняйте в сети интернет персональные данные, фото и видеоматериалы, которые могут вас скомпрометировать. Расследование преступлений не ведется по телефону. Службы безопасности банков и правоохранительные органы могут вам звонить, но просить вас о помощи в расследовании преступлений никогда. Только мошенники будут побуждать вас совершать активные действия, направленные на хищение ваших денежных средств или на подрыв работы социально значимых объектов и инфраструктуры – военкоматов, судов, банков, школ и других. Ни в коем случае не стоит устанавливать на свои гаджеты какие-либо приложения и программы по указанию звонящих. Это приведет к финансовым потерям.